Внимание! Невероятно редкий шанс вернуться в прошлое. 14 декабря 2024 года в 18.00 по московскому времени на проекте WoW Circle свои врата распахнет новый игровой мир Battle for Zero с рейтами X5, на котором вас ждет. Постепенное открытие контента, начиная с обновления 8.0. Раскройте мотивы Сильвана Витрокрылой и положите конец древнему богу Зоту. Хорошая работоспособность с упором на контент БФА. Некоторые интересные модификации, к примеру, ПВЕ-спектатор. Если вы не застали это историческое дополнение, или скучаете по той атмосфере, что дарил вам Battle for Azeroth, то лучшего шанса вернуться. Уже может и не появиться. Если вас заинтересовала игра на Battle for Azeroth, то бегом по ссылке в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Для того, чтобы начать сбор зеленого мотоцикла, нам нужно полностью завершить абсолютно все цепочки, которые выдает нам Дринейка. Поэтому ластовую сделаем на видосике. Остальные все имеются в прошлых частях. Ссылки приложу в описании. Летим в Орденвельд, в амфитеатр. Там берем квест новый, и нам нужно найти 4 предмета. Рядом друг с другом они находятся. Метки имеются на экране. Также координаты абсолютно все имеются на экране. И как двигаюсь тоже все видно. Вылутываем предметы, сдаем, вылутываем достижения, и вылутываем самое нужное звание в этой игре для того, чтобы продолжить всю цепочку. Детектив. Также пролутаем секретный ключик. Видно на карте, где я нахожусь сейчас. Видны координаты также на экране. Верхушка кратера Онгора. Для отображения ключика нам потребуется факел. Юзаем факел, подсвечиваем ключик, забираем ключик. В Дарганале мы должны найти уцелевшую жительницу Даларана, и просто так новое задание она нам не даст. Мы должны использовать звание Детектив. После этого она поверит, что мы реальный сыщик, и только тогда мы получим новое задание. Нужно собрать 3 зацепки и найти мопца. Все абсолютно находится во скахете. Первая зацепка, первая бумажка, в правой нижней части карты. Отлетим, заходим в пещерку, вылутываем. Вторая часть находится слева. Поднимаемся высоко-высоко, взлетаем и используем нужный нам предмет, нужный нам объект. Третий предмет находится на стыке локации, а именно нас интересуют Тейнас Водья и Аскахет. Левый вход. Там верхняя грань пещеры и будет водоем. В этом водоеме внизу находится нужная нам зацепка. После этого обратно летим в Аскахет, прыгаем в пещеру, ныряем в норку и шотаем моба, который станет агрессивен. После того, как мы шотнули моба, нам нужно забрать самоцвет. Самоцвет мы объединяем с ключиком. Катакомбы Каражана. Именно здесь находится наша прелесть. Инкогнитор непостижимый скверноцикл. Возможно, моя активация жаровин будет отличаться от кого-либо руководства, которое имеется на ком-либо сайте. Но первая жаровня, которая будет активироваться, она требует тысячу кликов по красной кнопке. Идем к дверце. Над этой дверью будет красная кнопка. Вжимаем ее тысячу раз. Рядом находится гадальный шар. Юзнух его мы можем наследить прогресс. У меня на это ушло 6,5 минут. После того, как мы сделали тысячу кликов, можем вернуться к мотоциклу. И у первой жаровни будет две искорки. На острове Стражей в Ассуне находится статуя, которая нужна для активации второй жаровни. Но с целью того, чтобы взаимодействовать с этими статуями, нам потребуется питомец. Питомца можно купить при наличии репутации. Также можно купить его на аукционе. В тот момент, когда мы призываем питомца, в тот момент, когда мы используем статуи при призванном питомце, эти статуи будут излучать различный цвет. Синий, зеленый, фиолетовый, красный. После того, как совушка прокружат рядом со статуей, над нами появится лупа. А после того, как совушка прокружат у всех четырех цветов, то над ней появится небольшой фиолетовый кристаллик, небольшое фиолетовое свечение. И если мы вернемся в Каражан, то рядом со второй жаровней мы увидим четыре зажженные искорки. Активация третьей жаровни очень легкая. Чем больше у вас имеется различных телепортов, тем лучше. Первая точка – Северные степи. Летим к столбу, используем факел. На нас вешается бафчик трехчасовой, и за это время мы должны успеть посетить другие два местечка. Летим далее в Малдраксус. Если у вас имеется тпшка в Театр Боля, Чумные каскады, или вы Инженер Червоточный, то вообще идеально. Ищем Ольгру. Прилетев к Ольгре, нам нужно реюзнуть факел. То есть, факел же он как работает? То, что висит на нас постоянно, пока мы его не скликаем. И это не сработает, если вы просто пойдете к Ольгре. Нужно его именно реюзнуть. То есть, скликать из бафов его правой кнопкой мыши, и из игрушек его юзнуть по новой. Таким образом, мы получим второй стак бафчика. Далее мы летим в Дренор, в локацию на Гранд. Там находим Ольгру из другой временной рамки, из другой временной линии. И для Альянса одни координаты, для Орды другие. Летите и лутайте третий стак бафа. После этого можно вернуться в Каражан и проверить то, что у нас имеется большущая сфера. Молись, или ключа теней ты не получишь. Такой девиз четвертой же ровни. Нам нужно занзотить пугеля. Призываем питомца, карликовый пугель, и используем в него один из предметов. Либо всевидящие глаза, либо подвижное око, либо костюм пёс в сторон. После этого выбираем обелиск, таргет, и прожимаем команду молиться, или по-английски pray. Спускаемся в катакомбе Каражана и открываем соседнюю дверь по отношению к той двери, где мы делали тысячу кликов по красной кнопке. Открыв дверь, нас встречает небольшая комната с секретами. И на полочке находится тарелка с водой, нам нужно порыбачить. Вылавливаем ключ, и позади нас сундук призрачный, эфериальный, звездный. Открываем его, вылутываем очечки. Имея в наличии ключ теней, мы можем открыть ту дверь, над которой находится красная кнопка, которую мы нажимали тысячу раз. Заходим внутрь, аккуратно проходим. Если мы поймали дебаф, ждем пока он стикает, потому что получая дэмэдж, мы не можем вводить кодики. Вводим нужный нам кодик. 17, 11, 23, 17. На столе будет лежать нужный нам контейнер. Забираем с него монетку. Следующая монетка тоже требует небольшой подготовки, и нам нужно купить предметы, которые якобы повышают удачу нашего персонажа. Отправляемся на драконьи острова. Роша продает нам счастливую подкову. Жуль в твоего вашей столице. Продаст нам тарталанский талисман, а также приносящую удачу драконьи коготь. Возможно, в этот момент у вас уже будет прописана эмоция, то, что вам сопутствует удача. А быть может, вам придется еще 4 предмета купить. У Ленни Айболит. Зуб крысы, монетку, талисман и рубашку. Возможно, 3 предмета придется купить. Возможно, 7 предметов придется купить. После этого летим в катакомбы Каражана. Используем очечки, идем к мотоциклу. И куча-куча различных механизмов стоит. Выбираем абсолютно любой. Вводим либо 3 семерки, либо 7 семерок. Монетку вы получите сразу в сумку. Используем полученные очечки, и мы видим скрытые аппараты. И узнув их, использовав эти устройства, у нас поменяется первая наша панелька. Там будут цифры. Нам нужно выжимать правильные цифры. И после этого нужно будет нажать кнопку «Ввести». Конвертик. Которая также имеется на панели. Я специально увеличил интерфейс от модификации Труфи ГКД. И в целом видно, какие кодики я набирал. Вводим нужные цифры, получаем нужные числа. И если рядом находится сундучок, обязательно его вылутываем. Там находится монетка. Наша задача собрать 9 монеток. И не знаю даже, что еще сказать. Показано абсолютно все. Внимательно чекайте кодики. Внимательно смотрите, как двигаюсь, куда двигаюсь, что вылутываю, что юзаю. Все-все-все абсолютно показано. Ничего сложного нет. Отправляемся в Ассуну. И у патрулирующего торговца нам нужно купить свиток за 500 золота. Купив его, отправляемся в западные чумные земли. Нам нужно прилететь в гробницу Утора. Внутри гробницы Утора нам нужно использовать этот свиток с целью того, чтобы появилась красная граффити. Если она уже имеется, просто прокликайте его. А если красного граффити нет, то юзайте свиток, вы умрете от стражу ужаса, прибежите, и эти красные граффити появятся. Таким образом, мы зажжем четвертую сферу рядом с нашим скверноциклом. Добро пожаловать в Пандарию. Нововведением дополнения Тумана Пандарии были битвы питомцев. И именно битвами питомцев нам нужно будет заниматься с целью того, чтобы зажечь пятую жаровню. Да, это не для всех, но придется заняться битвами питомцев. И необычными нам нужны еще питомцы, те, которые являются редкими, которые достаются там со всяких секреток, которые раскапываются. В общем, возня та еще. Список питомцев на экране. Сетапы с ними можно найти на сайте wovpidguide.com. В тот момент, когда я делал плейлист по питомцам, по битвам питомцев, давно еще, я упоминал этот сайт. Я рассказывал про аддоны, я рассказывал о том, как делать сетапы. Что ж, теперь эта информация реально необходима. Ссылочку на плейлист приложу. Для того, чтобы зажечь пятую жаровню, мы отправляемся на Дневерминой остров. Мы должны победить в битве питомцев призрачного Джереми. Для того, чтобы его активировать, мы общаемся с целым Заримом, который находится в пещере. Он даст нам дебаф на 5 минут. Мы проходим эту полосу испытаний, активируем призрачного Джереми. Выигрываем файт, при условии, что 3 наших питомца являются секретными. И просто так мы получаем маффин. Таким образом мы зажигаем пятую жаровню. Следующая жаровня требует взаимодействия с пятью алтарями. Суть алтарей – использовать особый транспорт, питомцев, игрушки или трансмог. Начнем с первого алтаря. Это алтарь греха. Нам потребуется питомец, грехосерт или грехопадский визгунчик. Также нам потребуется игрушка, связующая камень грехов. И нам нужно будет сделать трансмогрификацию на плащик. Какую-нибудь винтирскую, по типу камень грехов. Можете юзнуть это как вы, так и другой человек, рядом стоящий. После всех этих манипуляций используем факел. Факелом поджигается алтарь. Таким образом у нас появляется лупа. Далее алтарь порчи. Нам потребуется маунт, например, зараженный фанудильщик. Питомец, глаз порчи. Игрушка. Кольцо нарушенных обещаний. А также какая-нибудь трансмогрификация плаща по типу Плащ, захлестывающий скверны. Если вы играли в Пандарио ремикс, то там будет немного облик измененный. Его будет трудновато найти. Но все показано на видосике. Все спокойно проюзывается. Юзаем все нужное. Подходим и ловим нужный нам индикатор. Следующий алтарь суккубов. Контент 18+. Нам потребуется полностью раздеться. Призывать питомца. Сестра искушения. А также нам потребуется предмет в сумке. А именно любой любовный роман. Как вариант можно купить науке. Как вариант можно использовать игрушку. И таким образом добыть любовный роман. Четвертый алтарь крови. Нам потребуется любой транспорт, где имеется слово кровь. Допустим, кровавый небесный крикун. Нам потребуется любая игрушка. Со словом кровь, кровавый. Например, пульсирующая кровавая сфера. Также нам потребуется питомец. Кипящая кровь. Для активации последнего алтаря бездны нам потребуется особый облик плаща. А именно плащ черной бездны. Я не думаю, что нужно тратить большое количество голды на его приобретение. Но если есть, это замечательно. Если нет, просто ждите, пока кто-нибудь другой трагернет это событие. Игрушка потребуется. Тотем бездны. И питомец. Малый призыватель бездны. После того, как все будет выполнено, мы подходим к сундучку. И таким образом мы добываем древнюю кровь шамана. Ее можно юзнуть в алтарь, который находится в катакомбах Каражана. Но пока что мы это делать не будем. Таким образом мы получаем полную зажженную жаровню в катакомбах Каражана. После полного зажжения шестой жаровни можно приступить ко второй. Если смотреть по моему видосику. А если смотреть по часовой стрелке, то это жаровня номер 7. Мы идем в казематы Стражей, которые находятся на острове Стражей. И убиваем первого босса. Возвращаемся обратно, будет открыта тайная комната. Мы просто сделаем небольшую проверку. Если у вас имеются 4 дымчатые сферы при призывном питомца, значит все окей. Если эти сферы не появились, возможно вы не все цветные столбы провюзали. Возможно нужно просто перезайти в эту комнатку, как я это сделал. Возможно нужно питомца перепризвать. Если 4 дымчатые сферы есть, идем, убиваем ластового босса. Берем сферку, тащим ее в эту тайную комнату и появляется статуя. Эту статую мы забираем, конечно же. И идем к боссу там, где был глазик. Там, где был глазик, будет платформа небольшая. И на эту платформу нам нужно поставить статую. Статуя вырастает, взаимодействуем с этой статуей. И начинается головоломка. На ежедневных стримах, а также в дискорд канале, часто обсуждаем с вами различные штучки. И загадки, связанные с зеленым мотоциклом, не исключение. Я написал небольшую заметку за несколько часов до загрузки видосика. И объясню эту заметку по пунктам. Да, для начала мы встаем так, чтобы рисунок совы на полу был направлен лицом на нашего персонажа. Это важно для того, чтобы нормально просчитывать циферки. Далее мы качаем аддончик. Статуи Солвер. Пишем команду в чат для того, чтобы открыть первое окошечко, которое находится у меня в левом верхнем углу. Все иконки у нас будут серыми. Красным мы помечаем те статуи, которые являются активными. Далее мы жмем правую кнопку мыши по квадрату с цифрой 1 в этом аддончике. У нас появляется второе окно. Оно будет гореть желтым. То есть мы для него будем накликивать нужные нам статуи. Мы идем нашим персонажам к первой этой статуе, подходим, жмем, внимательно раскручиваем мышку, смотрим, какие статуи поднялись, какие статуи опустились. И в этом новом втором окне мы должны накликать те цифры, те статуи, которые как-либо произзаимодействовали в тот момент, когда мы нажали по статуе с номером 1. Это нужно повторить 24 раза. Нам нужно заполнить абсолютно все. Нам нужно наполнить базу данных этого аддона. После этого в первом окне мы жмем левой кнопкой по всем статуям, которые активны, когда мы полностью-полностью все-все-все статуи прокликали, когда мы полностью наполнили нашу базу данных. У нас активно будет статуя, я не знаю, может быть там 10, 12, 15. После этого жмем кнопку solve. Если залагает, ждем, возможно нужно еще маленько раскликать, возможно нужно уменьшить количество активных статуй. Но в тот момент, когда мы нажмем solve, и в чате нам напишется путь, какие колонны нужно прокликать, чтобы остальные скрылись, то мы следуем этому пути. Мы жмем те статуи, которые нужно. Мы жмем 7 статуй, в моем случае. Я их аккуратно прокликал, побегал, мышку особо не раскручивал и лутанул сундучок, а в сундучке находится предмет. На этом пока что все. У нас имеется 7 полностью зажженных жаровин, а также одна с двумя маленькими искорками. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok